Следующий матч Лиги Европы это матч Эстер Юнайтед против Андер Лехта. Здесь моя ставка победа Юнайтед плюс тотал меньше 3.5, коэффициент на данный момент 2.01. Вчера он был чуть повыше и начинает понижаться. Можно даже рискнуть и взять победу Юнайтед плюс тотал меньше 2.5 за 3.46, но здесь ставка достаточно рискованная. Хотя, если брать тоталы, давайте на них остановимся подробно, то в Лиге Европы последних четырех встречах тотал меньше 2.5 у Юнайтед прошел. Что касается Андер Лехта, то тоже в последних трех встречах тотал меньше 2.5 проходил. Здесь нужно понимать, что Маурини это тактик, он постоянно устраивает игру команды тактически очень правильно. Я был очень поражен тем, как Юнайтед сыграл против Челси на выходных и реально все думали, что Челси победит, что у Челси больше шансов. Но ту схему, которую предложил Маурини, то как он расставил футболистов, это конечно вызывает восхищение. Да, несмотря на то, что я не являюсь поклонником Маурини, как тренер личности он меня не сильно привлекает, но тем не менее он победил Конта в этой игре. Это был, наверное, один из лучших тренерских ходов, на мой взгляд, в этом чемпионате. Что касается Лиги Европы, то опять же все устраивается тактически. Помните матч против Ростова. Первая встреча 1-1, затем Юнайтед в ответной игре побеждает со счетом 1-0. И да, там можно отметить, что Ростов тоже очень хорошо оборонялся, Юнайтед забил во втором тайме, Андерлехт такой обороны не обладает. Я думаю, что Юнайтед забьет не один, а скорее всего два мяча оборот Андерлехта и при этом также не пропустит. Но Юнайтед понимает, что здесь нужно сыграть грамотно от обороны, потому что 1-1 это тот шот, который уже позволяет Юнайтед проходить. Даже если команда сыграет 0-0, Юнайтед все равно пройдет. Поэтому здесь, конечно же, Маурини будет устраивать игру и от обороны. Андерлехт, я не думаю, что будет опасен в гостевой игре. Да, дома при поддержке болельщиков они побежали во втором тайме, но смогли забить мяч, когда уже на самом деле никто от них этого не ожидал. На 85-й минуте, если не ошибаюсь. То есть все было близко к тому, чтобы Юнайтед побеждал 1-0. Но сыграли 1-1 и это также стимулирует Юнайтед побеждать. Я верно, они будут играть на победу в этой игре, потому что всякое может произойти. Какая-то ошибка, 0-1 и Юнайтед не проходит дальше. Юнайтед находится на подъеме, хорошая серия из домашних побед в ВПЛ. Андерлехт все-таки не самая серьезная команда. На мой взгляд, Ростов гораздо более конкурентоспособнее Андерлехта. Даже несмотря на то, что Андерлехт прошел и Зенит, но там чисто элемент везения. Помог этой команде. Забили гол на последних секундах. К тому же Зенит тогда был еще не в самой уитимальной форме. Ну и здесь, конечно, я ожидаю достаточно простой победы от Юнайтед. Но много им забивать тоже не нужно. Два мяча им будет вполне достаточно. Максимум при самом хорошем исходе Юнайтед забьет 3. И тотал меньше 3-5 опять же пройдет. Потому что нужно понимать, что Юнайтед также в самом разгаре битвы в чемпионате за топ-4. И если Юнайтед забьет уже там, допустим, второй мяч, то я уверен, Мауринив сделает нужные замены. И заменит основных лидеров нападения, выпустив разрушителей опорников или защитника, как он это обычно делает. И тем самым засушит игру. Поэтому здесь победа Юнайтед плюс тотал меньше 3-5. Для меня очень надежное событие с 2-0-1. Можете рискнуть и поставить даже победа Юнайтед плюс тотал меньше 2-5 за 3-46. Коэффициент того стоит. Всем, кому понравился прогноз, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Обязательно оставляйте комментарии, как вы думаете, как завершится данный матч. Ну и, конечно же, переходите в мой паблик, потому что, скорее всего, я выложу экспресс на Лигу Европы, которые не появятся на моем YouTube канале. Всем успехов и удачных ставок!